Перетягивание каната, верховая езда, рубка шашкой и бои на бревне с мешками. Это часть испытаний, предусмотренная Волжским сполохом для юных бойцов. Около ста ребят приняли участие в спортивно-патриотических казачьих играх. Основная задача – это, конечно, погрузить ребят в атмосферу жизни на природе, жизни в лагере. И именно приобщиться к самовыручке, к поддержке друг друга, к командному духу. И вот именно в этом командном духе проявить себя в соревнованиях и достичь каких-то результатов. В течение года курсанты военных училищ готовились, оттачивали свои знания по строевой и физической подготовке, изучали историю государства и русского православия. И здесь мы делаем экзамен. Что ж они за год в своих учебных заведениях, кадетских школах, корпусах, просто в школах, чему научились. И самое главное здесь их братство. Братство кадетов, братство тех людей, которые заинтересованы, которые постоянно занимаются подготовкой к защите своего отечества. Не только участники, но и гости смогли погрузиться в культуру и традиции русского казачества. За поднятие боевого духа отвечали местные творческие коллективы. Ну а приготовление еды кадеты взяли на себя. На территории лагеря развернулась настоящая полевая кухня. Сегодня в меню юных казаков рыбный суп и гречневая каша. В организации соревнований и культурной программы приняли участие члены Симбирского казачьего общества и Совет по делам казачества Ульяновской области. Не остались в стороне и представители местного самоуправления, которые на протяжении многих лет бережно чтят и хранят традиции русского казачества. Исторически Ульяновская область, а до этого Симбирская губерния не относились к основным центрам российского казачества. Но казачьи традиции, казачья культура и сам дух казачества очень близки нашему региону. Близки потому, что казачество – это сила, казачество – это вера, это патриотизм, это любовь к родине, это уникальный образ жизни людей, преданных и верящих в свое отечество. Традиционно в рамках фестиваля состоялся Совет по делам казачества, на котором обсудили участие ульяновских казаков в специальной военной операции. А также особое внимание уделили стратегии государственной политики в отношении казачества Ульяновской области.